Юрий, вот представим такую ситуацию, что Путин решил устроить аншлюз Белоруссии. Ну, не будем, во-первых, вот первая часть вопроса такая. Какие возможны сценарии аннексии Белоруссии, как бы это ни называлось, присоединение к России? Вы их представляете себе, потому что вы режиссер, и поэтому слово сценарий здесь вам не чуждое. Ну, вот смотрите, была такая легкая репетиция, когда Белтрансгаз, трубу белорусскую России отдавали. Для того, чтобы не было никаких проблем в момент передачи это россиянам, что было сделано? Были подняты зарплаты тем, кто там работал раза в два с половиной, в три. И все жутко довольны. То есть практически есть первый вариант купить. Но купить надо белорусское чиновничество, высшее, конечно же. А здесь есть проблемы, потому что Лукашенко, он никому никогда не доверял и доверять не будет. Почему? Потому что в первую очередь он не доверяет самому себе. Он знает, что он обманет в любом случае, и этого же ждет и от всех остальных. Поэтому этот вариант, он теоретически возможен, а на самом деле нет. Второе, это то, что если сюда придет большое количество российских войск, а это происходит время от времени, просто в не очень большом количестве, те же российские базы, то не исключено, что это в результате может послужить триггером для того, чтобы начало происходить вот это, так сказать, объединение вот такой аншлез. На самом-то деле, я думаю, что пока что этого не будет. И знаете почему? Дело в том, что якобы независимое положение Беларуси для России, пока что для российской власти выгодно. Именно с помощью Беларуси, вот вы сейчас увидите, именно с помощью Беларуси будут обходиться санкционные препятствия всяческие. Именно с помощью Беларуси будут проводиться серые и черные сделки и вестись такой бизнес. Он уже ведется давным-давно, опыт большой есть. Юрий, я понимаю, о чем вы говорите, и в общем-то, кто девушку ужинает, тот и танцует, и такое все такое, зависимость и так далее. Но мы знаем, что Путин не всегда мыслит рациональными категориями, как это с Крымом было, да, а иногда мыслит другими категориями, как то, например, с кризисом самой России, и нужно показать расширение империи, да. И здесь он может, в принципе, наплевать даже на эту выгодность Беларуси в плане антисанкций, а показать людям, вот как он расширяет, восстанавливает этот великий, могучий Советский Союз. И вот если Путин все-таки решится там ввести войска, оставить их там после учений, вот два маленьких, коротких вопроса. Сможет ли он подкупом или угрозой заставить Лукашенко с этим согласиться, пожать руку и сказать, что мы вступаем в четкий союз в России, в единое государство? И второе. Предадут ли Лукашенко вот эти его силовики и элиты в этом случае? Во втором, я не сомневаюсь, конечно же, предадут, потому что только предателей он вокруг себя и собирал. Это те люди, которые сдадут его мгновенно. Что касается самого Лукашенко, то я в самом начале говорю, он, конечно же, будет сопротивляться до последнего, потому что он никому не верит, потому что сам знает по себе, что никому верить нельзя. Он знает, что он обманет любого в любой ситуации. А ведь ему надо куда-то спрятать те где-то примерно 20 с лишним миллиардов, которые, в общем, у него сейчас накоплены за годы непосильного труда. Это примерно так оценивают его состояние независимые экономисты и расследователи. Так что здесь будет очень сложно с ним как раз справиться. Но, повторяю, говорить о том, что он сейчас гарант независимости, ни в коем случае нельзя. Он гарант того, что независимость рано или поздно будет сдана. Сейчас для того, чтобы сберечь Беларусь, власть не должна срочно поменяться.